В обращении о приоритетах работы на 2019 год премьер Армении в качестве одной из целей отметил развитие торговых отношений с третьими странами. В этом контексте необходимо позитивно оценить готовность временного соглашения о создании зоны свободной торговли с Ираном, которая вступит в силу в октябре. Столь же важен для нас пакет соглашений с Сингапуром, подписанный сегодня. Ваши страны для нас являются очень значимыми партнерами, а потенциал для наращивания экономических связей огромен. Закрепив режим преференции, важно подтолкнуть бизнес и правительство к более планомерному взаимодействию. С удовлетворением отмечаем готовность к заключению договора о свободной торговле с Сербией. В октябре вступает в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой. Подписанный в июне документ об обмене предварительной информации о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, позволит ускорить прохождение грузов. Комиссии стоит проработать аналогичное соглашение с Европейским Союзом, чтобы сделать сухопутный путь из Китая в Европу через наши страны наиболее привлекательным. Серьезно активизировалось взаимодействие с СНГ, ШОС и ОСЯ. От председателей коллегии ЕАЭК и исполкома СНГ ожидаем конкретных предложений по обеспечению синергии этих интеграционных объединений в областях, где у нас есть общий интерес. Например, в сферах транспорта, промышленной кооперации, цифровизации. Для расширения международной повестки ЕАЭС нужно уделить особое внимание странам дальней дуги, где наши товары и услуги пока еще мало узнаваемы. Предлагаем Евразийскому банку развития подключиться к этому направлению, а председателя правления банка просим рассмотреть такую возможность. Нашим национальным банкам, развития и другим финансовым учреждениям также стоит поискать формы для более плотного взаимодействия как внутри Союза, так и на внешнем его контуре.